здравствуй воронеж вот и прошла очередная неделя это повод вспомнить о самых главных событиях которые на ней произошли и так поехали 5 декабря воронежский факел провел свой последний матч в 2020 году в гости в воронеж пожаловала чайка из песчинокопского и был бы этот матч победный если бы не досадный пенальти на последних минутах матча единственный гол в составе факела забил андрей разборов теперь до 27 февраля факел закрепился на 16 месте в турнирной таблице фнл в 2021 году тарифы на воду в воронеже вырастут на 4 процента об этом рассказали в пресс-службе областного правительства в приюте для бездомных собак дора в воронеже неизвестные расстреляли нескольких животных об этом на своей странице в соцсети вконтакте сообщил зоозащитник юрий шамарин в субботу 12 декабря владелец приюта опубликовал шокирующее видео последствий стрельбы жертвой которой стали четыре собаки которых он обнаружил утром при этом юрий шамарин особо подчеркнул что только одного животного убили за территорией очередной жертвой телефонных мошенников стала 57-летняя жительница воронежа при общении с аферистами женщина лишилась одна целая 25 сотых миллиона рублей об этом в воскресенье 13 декабря сообщили в пресс-службе гу мвд россии по региону по информации структуры на мобильный телефон женщины позвонил неизвестный и представившись сотрудником банка сообщил что служба безопасности зафиксировала хакерскую атаку на счет горожанки собеседник предложил женщине обезопасить деньги назвав ему персональные данные карты которые введенные в заблуждение потерпевшая продиктовала злоумышленнику таким образом мошенник похитил со счета женщины 1,25 миллиона рублей на пост вице-мэра воронежа по градостроительству назначен бывший глава управы коминтерновского района юрий бавыкин мэр вадим к стенин официально представил нового зама на рабочем совещании в мэрии 14 декабря новый выезд из микрорайона на минской на улицу землячки в воронеже уже есть на картах и сама дорога практически готова осталось завершить работу над системой освещения и закончить благоустройство сейчас работу там тормозить непогода в 2021 году в воронежской области благоустроит 21 общественное пространство парки пешеходные зоны скверы набережные в городе и области обновят в рамках газ программы формирования современной городской среды воронежской области и национального проекта жилье и городская среда на эти цели направит около 350 миллионов рублей десятибальные пробки сковали воронеж вечером вторника 15 декабря настолько сильно движение затруднено впервые с начала зимы причина кроется в снегопаде который начался еще утром и как его следствие не до конца расчищенные дороги также повлияли многочисленные аварии конкурс на проектирование первой очереди реконструкции петровской набережной хотят провести до конца года реконструкция будет охватывать участок от чернавского моста до адмиралтей площади об этом стало известно на заседании совета по реализации национальных проектов сообщает пресс-служба областного правительства в воронеже продолжается ликвидация последствий снегопада за ночь коммунальщики вывезли 9018 кубометров снега сообщили в пресс-службе городской администрации по данным мэрии во время интенсивного снегопада во вторник в городе работали 247 спецмашин они израсходовали 1196 кубометров песко-соляной смеси для обработки дорог и тротуаров и вывезли 2180 кубометров снега на улицах трудились 357 работников ручной уборки из-за недостатка денег отложено проектирование петровского острова воронеже к реализации этой задумке возможно будет привлечен концессионер работы по проектированию тематического парка на петровском острове в воронеже приостановлены такое решение принял губернатор александр гусев власти планировали расположить на 6,5 гектара острова напротив адмиралтейской площади два музея детскую площадку торговую и ремесленную мастерские а также парк в виде садов расчеты показали очень большие суммы исходя из этого в правительстве решили приостановить проведение работ возможно начнется поиск концессионера который займется освоением территории средний размер взятки в воронежской области составил 210 тысяч рублей с начала 2020 года воронежские суды за взятки отправили за решетку 14 человек за первые 9 месяцев текущего года в воронежской области было выявлено 249 коррупционных преступлений такая информация прозвучала 16 декабря на координационном совещании главных силовиков региона на котором обсуждались итоги борьбы правоохранителей со взяточничеством нельзя не заметить что средний размер взятки в воронежской области растет с опережением темпов инфляции в 2018 году прокуроры говорили о средней воронежской взятки в 104 тысячах рублей через год 182 тысячи еще через год 210 тысяч рублей на воронежском предприятии сибура воронеж синтез каучуки запустили новую установку которая позволит исключить попадание возможных загрязняющих веществ в атмосферу она способна очищать отработанный воздух превращая его в безвредный пар благодаря современным технологиям дожигания возможные загрязняющие вещества полностью уничтожаются а пар используют для нужд производства повышая таким образом его энергоэффективность 4 декабря воронежский буран потерпел разгромное поражение в домашнем матче с альметьевском нефтяникам 1-5 единственную шайбу в составе ураганных забросил кирилл слепец 8 декабря воронежский буран гостил в рязани где одержал упорную победу в овертайме со счетом 2-3 шайбы забросили андрей демидов андрей демидов александр чеглинцев 10 декабря воронежский буран посетил подмосковный воскресенск где скрестил клюшки с местным химиком к сожалению ураганны и крупно уступили 1 4 единственную шайбу в составе бурана забросил александр микулович 12 декабря воронежский буран оказался на берегах невы в санкт-петербурге и результативно провел матч против ска нева обыграв хозяев площадке 6 0 шайбы в составе бурана забросили максим денежкин илья николаев данил макаров владислав червоненко артем подшиндялов иван лисин очередной матч на ноль отыграл денис перевозчиков 14 декабря воронежский буран продолжил играть на берегах невы в санкт-петербурге и результативно провел матч против динамо санкт-петербург но в этот раз уступив хозяевам площадке 26 шайбы в составе бурана забросили никита лукин владислав червоненко и на этом сегодня все приятных вам выходных воронежцы и до встречи на следующей неделе санкт-петербург представьте на